Всем привет! В эфире Белмуз ТВ, первый телепроект от шоуменов для шоуменов. Меня зовут Игорь Дирша. Учимся говорить правильно. А это, скажем прямо, не так и просто. Речевой аппарат ведущего всегда должен быть в тонусе, чтобы выдержать любой ритм мероприятий. У меня речевых косяков просто настолько много, что их все будет перечислить очень сложно. У меня косяков, наверное, есть. Я могу говорить... Столько информации рассказать, что мой язык не успевает и реально начинает слепаться что-то там. Я иногда заглатываю слова. Ну, это еще бывает, и там говоришь, не унявно. На меня постоянно ругается диджей, что я очень быстро говорю. Некоторые гости меня просто не понимают. Говорят, что-что. Из речевых ошибок самое главное, которое мне не нравится, это то, что я свистю. Такой нечаянный такой суслик. Ну, для начала я хочу снять брекеты. Я думаю, это решит 90 проблем. Как у всех белорусов, это деканье и теканье. Ложили, да ложили. Отсутствие словарного запаса. Иногда слово «замечательный» может прозвучать раз в 200 за вечер. В первую очередь мне хотелось бы немножко свой голос опустить. Хочу более грубый голос. Ну, такой, знаешь, прям до дрожи. Правда, хотел бы разобраться со своими косяками в речи. Поэтому мне бы хотелось услышать мнение тренера, грамотного, скажем так, со стороны специалиста вини. И пока я идеальная. Напряженный график проекта оказался настолько плотным, что у Евгения Шедловского даже пропал голос. Ну, давай только ты там мне. Много не задавай. Заканчивается голос. Сегодня я с удовольствием раскрою вам три золотых секрета голоса. Как сделать голос мощным, как сделать голос красивым и глубоким, и как сделать голос объемным. Так, чтобы вы, разговаривая с любой аудиторией без микрофона, могли абсолютно комфортно себя чувствовать. О своей беде Женя поведал специалисту по технике речи Анне Ивановской. Даже не знал, что делать. И что в итоге вы делали? В итоге я закрыл рот и не разговаривал. Сколько времени это продолжалось? Ну, вот вчера воздержание было у меня словесное. Два дня словесного воздержания, я молчу. И я просто не в своей тарелке, я постоянно разговариваю. Не хватает чего-то. Вкус жизни, он пропал. Еще Анна дала советы, как правильно говорить, дышать и пояснила, почему обязательно нужно согревать хомячка. Но для ведущего есть и более важные моменты. Самое главное для ведущего – это четкость. А четкость речи зависит от трех факторов. Первое – подвижность верхней губы. Покер-фейс – это круто на фотке. Когда мы говорим, желательно, чтобы рот все-таки двигался. Второе – челюсть. Мы сегодня обсуждали, что рот должен раскрываться. Как минимум, хотя бы на палец. И третье – не съедать окончание слов. Потому что четкость, в первую очередь, это важный фактор того, чтобы вас слышали и смеялись над вашими шутками. Сегодня в задании от жюри будет две составляющие – миниатюра и пантомима. Все это учло жюри при обсуждении оценок очередного этапа. Первая пара – это Бордой Екатерина, Шедловский Евгений. Помните, там, где сценка с ГАИ? Да. Катя очень выразительная. Потрясающая пантомима, звуки. Очень неожиданно. Каждая деталька проработана. Слушайте, мы же договаривались, кто-то будет плохой, кто-то хороший полицейский. Почему у меня два хороших полицейских? Мы на самом деле так нестандартно разыграли этот сюжет. У Кати такая энергетика, да, как у Джульетты Мазины. Джульетты Мазина, вот раньше ее называли «чаплин в юбке». Вот это что-то было похожее, четкая отработка деталей, акценты расставлены правильно. И какая-то самоирония есть, это хорошо и приятно. Ну, в любом случае, я как человек, который в этом проекте уже давно, и я знаю всех ребят, я могу сказать, что меня вот как раз-таки удивил Женя. Потому что если там по Кате вопросов никогда не было, она, знаете, вот такая отличница, да, то есть всегда все идеально делает, то вот с Женей были различные нюансы, и вот сегодня он меня удивил. И, ну, тоже, мне эта пара очень понравилась, по-моему, все было здорово. Было смешно, но мне чего-то не хватило. А я расскажу, чего не хватило. Я действительно, мне было всегда интересно, на что ребята готовы ради баллов. И я ждал, что Валера запустит все-таки этой сковородкой как следует по Юре. Я был уверен, что так произойдет. И в какой-то момент я просто немножко разочаровался, потому что... Рояль в кустах. Да, Юра отыгрывал шикарно. Он зашел, все, по эмоциям. И я думаю, сейчас, как Валерка, как даст жару. Да, чуть-чуть не дотянули, чуть-чуть. Да, хотя вот роль Пьянова была сыграна очень гармонично. Хорошо. Не думайте, я просто хочу знать, где они взяли сковородку. Я не знаю. Есть ощущение, что, может быть, Валера с собой ее принес. Замечательно. Но как он мог подумать о том, что это пригодится? Мне показалась долгожданная встреча в стиле арт-хауса, потому что там было разыграно много миниатюр, они как-то менялись. Я честно скажу, я признаю, что я не всегда мог уследить за ходом их мысли. Поэтому можете мне, в принципе, расшифровать. Может быть, мое мнение изменится. Были очень здорово показаны движущиеся предметы. То есть один едет в метро, другой уезжает, один стоит, у другой... Динамика такая. Классно. Да, вот прям обыгрались со всех сторон. Сочная такая, вот как настоящее кино. Ну, если не обсуждать сюжет, ну, это уже у каждого свой подход, а говорить о технике исполнения, то это было очень интересно и очень приятнее. А мне сюжет понравился. А я сюжета не понял. Ах, он очень просто, очень-очень-очень хотел в туалет. Вот она история. Вот она искусство. А я-то подумал, что там какая-то социальная тема, что это не в туалет хотел, что это пенсионер с трясущимися руками, и тот ему помогал. Ну, правда, правда. Вы только что для меня открыли новое что-то. Ну, вот уже креативный подход, раз мы можем прочтение разное этого сюжета с вами обсуждать. Вот именно поэтому я ничего и не понял. Учитель был хороший. Да. Молодец. И работа с залом была тоже. Он прям... Я прямо вспомнила, как я сидела на школьной скамье, и прям вот хотелось сказать, а с географией всегда было плохо у меня. Вот всегда. То есть тоже показалось, что география, да? Да. Потому что они же не уточнили, они сказали, что не подготовил задание и у доски. Ну, он так выразительно указочкой куда-то вот столицу показывал. Но вот скажу, что ученик тоже хорошо играл. По-моему, они оба хорошо играли. Молодцы. Другой вопрос, играли ли они лучше и удивили нас больше, чем все остальные. Вот это да. Этот вопрос останется пока вопросом. Светлана, ученица, принесла двойку. Ну, а Воронко еще так, хорошенько наказывал ее ремнем. Наказал. Хотя тоже хотелось, чтобы вот приложился бы для полноты картинки. Ну, не знаю, почему-то мне так захотелось. Почему ученица была на таких каблуках, думаю я, смотря под стол на свои? Сколько же ей было лет, снова думаю я. Думать вообще вредно, говорят, но, тем не менее, что-то в этом образе было. Я сначала думала, это его жена, на самом деле. Но принесла двойку. Ну, она что-то там это массировала. Вечерняя школа. Вечерняя. Голубь Алексей, Королева Анастасия и Семиш Екатерина. Вот это трио, конечно, дало жару всей аудитории. Там было очень много страсти, очень много энергии и очень хорошо отыграл. Да? Мужчина? Да. А девушки? Екатерина была очень такая страстная. Страстная. Две противоположности. Одна такая огненная, другая ледяная. И хитрая. И хитрая. Что-то подобное мы уже до этого видели. Это был семейный скандал. Лучше она была или хуже? Она была другой просто. Жена была очень выразительна сама по себе. Такой накачанный мужчина с сумочкой, который немножечко так... Анечка, вы такая корректная. Скажите, откровенно, что это было в Сузе. Нет, ну почему хуже? Они были разные. Ну, другое дело, что, наверное, немножко недоиграли. Но вот мне интересна просто мотивация. Почему именно... А кто жену играл? Гайкевич. Почему именно... А как зовут-то? Александр. Александр. Почему Александр играл жену? Почему не второе персонажа? Если бы они, кстати, поменялись у Артема, может быть, получился бы более женственный образ. Ну, может быть, это был такой замысел у них. Это, конечно, особенно миниатюра с шашлыком. Или что это было? То есть вы все-таки считаете, что это было характерием шампуром? Я не знаю, но вот это, как он входил в кадр, это потрясающе. Но в любом случае, я честно признаюсь, я был шокирован, потому что я, ребят, знаю, я их видел, я не ожидал такого актерского мастерства, и я под впечатлением остался. Меня удивила, знаете, интрига вначале. Ну, там, по-моему, игого звучало. Сначала игого, а потом и-а. И это интрига вот в этом была. Игра Давида, она была очень такая... Экспрессивная. Экспрессивная, я бы сказала, экспрессивная. А чем она закончилась? Объясните, пожалуйста, я не очень поняла. Что там произошло? Сердце. Вылетело, да? Сердце. Пассажир. И кондуктор в автобусе. А, и кондуктор, да. Честно признаюсь, вот после... Увиденного. После увиденного вот эта миниатюра вообще никак не зашла. Если бы она была, может быть, первой, второй, может быть, я как-то ее бы еще воспринимал. Но вот как-то после того накала страстей, после шикарных образов, она, к сожалению, прошла мимо меня. Да. Как-то я не оценил ее никак. Да, несмотря на то, что она была последней, вот для меня первая запомнилась лучше. Лучше. И предпоследняя, например. Что ж, тогда... Подводим итоги. Пора выводить балы. Импровизации участников показали следующее. По одному балу получили Екатерина Семеш, Александр Ржих, Юрий Шпаковский, Юрий Вертиховский. По два балла добавили Екатерина Бордо, Евгений Шедловский, Алексей Адамович и Алексей Голуб. Три балла, по мнению жюри, получил Давида Копян. Зрительское голосование подтвердило статус медийности тем, кто прислал свою поддержку за дуэт по скрипту Анастасию Королеву и Екатерину Семеш. Ощущение, что они уже профессионалы. Очень творческие, очень веселые, спонтанные. Мне приятно, что на проекте профессионалы. Это чувствуется. На площадке царится здоровый, хороший, сочный юмор. То есть это не просто люди, которые сторонние в этом деле. Это реально профессионалы своего дела, и это чувствуется. Точные, четкие шутки, какие-то едкие, может быть, острые, но при этом смешные замечания. Мне кажется, самое главное для ведущего – это какое-то желание отдать добро. Когда оно есть, мне кажется, это прекрасно работает, и ведущий имеет успех.